Друзья, всем привет! Вы смотрите новый дневник фанатов. И сегодня мы с Серегой вновь вернулись домой, на наш родной стадион Открытие Арена. Серега, сегодня здесь медиалига, тот самый медиафутбол, который многие наши подписчики не любят, не понимают, не знают. Мы сюда пришли в том числе и для того, чтобы разобраться, что же такое этот медиафутбол. Сегодня играет футбольный клуб Амкал, футбольный клуб 10. Что знают? Знаю, что футбольный клуб 10 это футбольный клуб, скажем, комиков с телеканала ТНТ, где есть наши спартаковские товарищи и друзья. Например, Ваня Абрамов, который был в нашем ролике, матч «Спартак-Зенит». Очень круто и очень страшно. Ну и такая агрессия, но положительная. Потом Вадим Цай. Знаешь такого? Вадим Цай играл за минифутбольный «Спартак». Все верно, значит, ты в ресурсе. И, наверное, самый такой мединый персонаж, это Азамат Мусыгалиев, который также болеет за «Спартак». Это их команда. А кого ты знаешь и замкала, кто боролся за «Спартак»? А кого же я знаю и замкала? Слушай, на самом деле я с пацанами замкала некоторыми общаюсь. То есть, например, там есть Виктор Блатов, он помимо того, что болеет за «Спартак», он еще и за минифутбольный «Спартак» в прошлом сезоне играл. Играл и забил гол в своем дебютном матче. Вот здесь. Вот, видите, как раз убежал. И на него просто черкани. Виктор Блатов! Виктор Блатов! Виктор Блатов! Также Ване Млечне играют. Это человек, который, во-первых, это рэпер. И человек, который написал трек, который перед каждым домашним матчем «Спартака» играет. Мы просто про это уже забыли, что он играет там. Потому что мы не ходим на футбол. Вот. Но когда мы ходили, клип играл, музыка играла. И, кстати, наш оператор Санек, который сейчас держит камеру, часть этого клипа снимал. Серьезно? Поэтому, да, мы как бы не чужие люди все друг к другу. Поэтому посмотрим, что за медиафутбол. Расскажем вам. Ну, а вы пишите в комментариях, почему вы так его не любите. Либо, может быть, вы поменяете мнение о нем здесь, сейчас. После этого выпуска. В общем, мы начинаем. Дневник фаната. Сегодня мы на открытии арены. Не могли пройти мимо этого события. И поэтому небольшой выпуск. Серега, закрывай камеру. Слышите, пацаны, вот необычная тема. Перед каждым матчем медийного футбола команды собираются в такой узкий круг, где и игроки, и тренерские штабы, и какие-то медийные чуваки вокруг команды. И тренеры или капитаны дают такое мощное напутствие. Уже, в принципе, небольшое отличие от большого футбола. В большом футболе... В большом футболе, короче, не каждый раз такое встречают. Друзья, с нами Николай Осипов, президент медийной фигурной лиги. Мы сегодня уже сказали, что очень много ребят в середине лиги болеет за «Спартака». Ты сам за кого болеешь? За «Спартак». Тоже, да? Я весной, и так еще за ливерку подтапливаю. Давайте сегодня о медиалиге поговорим. Тяжело ли было договориться со «Спартаком»? Или как проходил процесс переговоров для того, чтобы сыграть на нашем стадионе? Ну, вообще, скажу так, что у нас опыт больших стадионов был. И мы играли в Нижнем на стадионе чемпионата мира, мы играли в финал на ВТБ. И скажу так, что вот, если брать московский стадион, то с «Спартаком» было гораздо проще, договориться. «Спартаку» открытие арены – огромное спасибо. Очень комфортный стадион. Винлайн в этом вопросе помогал? Да, конечно. У нас вообще бы и лиги не было бы без Винлайна, и, соответственно, этот матч тоже не было бы без Винлайна. Винлайн – партнер «Спартака», Винлайн – партнер лиги, Винлайн – те люди, которые вообще эту коммуникацию организовали. Поэтому, конечно, Винлайн очень сильно помог, и еще раз тоже спасибо большое Винлайн. А еще Винлайн – партнер «Фратри» и Ника Фаната. И благодаря Винлайну наши ребята сейчас могут прийти по ссылке, закрепленному комментарии, и получить фребет на 10 тысяч рублей. Знал об этом? Нет. А еще можно выбрать любимую команду, например, «Спартака». Это знал, уже подписан. И каждый рубль или сколько там капает на нужды клуба, и я уверен, что эти деньги точно дают до команды. Винлайн, спасибо вам большое за поддержку. Коль, второй вопрос. Представь себе такую картину. Например, фанаты «Спартака», активный фанат «Спартака» делают свою команду. Те же артисты, блогеры, бывшие футболисты, выпускники академии, фанаты, которые активно играют в футбол. Мы сдаем свою команду. Сможет ли наша команда как-то дать плюсы, возможно, медийной лиге, или, скорее, это будет минус? Ну, во-первых, не имеет значения на базе чего создаётся команда. Важно, чтобы команда делала контент и была медийно понятная, да, чтобы мы понимали, что вы делаете, там, выпуски про жизнь команды, вы делаете выпуски с тренировок. Может, вы открываете кинкарту ребят индивидуальной личности ярко. Во-вторых, если ты говоришь, что это всё будет на базе фанатов «Спартака» и так далее, то вы и так уже медийно понятный бренд, медийно понятный контент и большой канал YouTube. Соответственно, я думаю, что здесь никаких проблем по соответствию статуса медийной команды у вас точно не будет. Друзья, вы напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы мы создали свою команду, возможно, кто-то из вас придёт к нам на просмотр, когда мы эту команду создадим. А, может быть, не создадим, мы же пока не знаем, правильно? Ну, я не знаю точно, а вот вы, я не знаю особенно. Я вас жду. Друзья, ну что, скажем спасибо Николаю Осипову, ещё один красно-белый человек в этом формате, который многим не нравится, многим не понятен, многим нравится. Кому не нравится, напишите в комментарии, будет интересно почитать поле тебе в том числе. Да, естественно. Спасибо огромное. Спасибо. Спартак-чемпион. Закрывай карту. Закрывай. Баум. Закрывай карту. Друзья, ну что, матч закончен. ФК-10 проиграла Амкалу 2-1. Короче, мы просто топим за мяч, топим за футбол, топим за Спартак. И у нас есть много друзей, которые участвуют в этой, как бы, всей истории. Поэтому, ну что сказать, каждый имеет право на своё мнение. Вот, я нахожусь сейчас напротив нашей фанатской трибуны, которая, к сожалению, пустая, потому что мы бьёмся за то, чтобы фанаде отменили. И, друзья, с нами Иван Абрамов. Привет. Человек, который участвовал в наших уже роликах. Ну, расскажи, как тебе в медиалинии? Ну, пока такие ощущения. Очень много такого. Тут шоу в хорошем смысле. Есть, конечно, и в плохом смысле, шоу ради шоу. Но сегодня был довольно-таки доброжелательный футбол. То есть, без каких-то псевдоскандалов на пустом месте. Довольно-таки мы друг к другу уважительно относились. И не было каких-то грубых фолов. И я успел там и с Филом на той скамейке у Амкала посидеть. Фил Воронин играет за Амкала. Да, Филип Воронин. Вот. В принципе, хорошая игра была. Но обидно только на последних секундах пропустили. Это всегда обидно. Может, нам ли не знать. Да, да, собственно. Но я бы никогда в жизни не сыграл в РПЛ, а в медиалиге вот у меня получилось сегодня 10 минут пробегать и не привести гол в свои ворота. Представь, фанаты Спартака создают свою команду футбольную. Не медийную, но очень популярную. Где будут играть болельщики Спартака разного формата? Мне как зритель, конечно, было бы интересно. Мне как еще фанату Спартака интересно. Тут все вместе. Конечно, интересно. Делайте. Проходите. Спасибо тебе большое. Мы желаем тебе удачи. Удачи твоей команде. Спасибо большое. Команде, точнее. И нашей команде. И нашей команде. Наши, в первую очередь. Ну. Всем добра. Закрывай камеру. Закрывай прям рукой. Всем добра. Друзья, с нами Витя Блав. Как мы уже сказали, Витя Болельщин-Спартак участвует в проекте. Ну, не то, что в проекте, в мини-фомовом клубе Спартака. В чем плюс к медиали-две? Да плюс в том, что это в любом случае какая-то офигенная движуха, которая дарит эмоции. Не важно, что иногда они плохие, как и любой футбольный матч. Одним дарят плохие, другим хорошие. И здесь то же самое. Все там, луч говно, то говно, то не так. Но правильно с этим медийная лига дарит эмоции. Это самое важное. И равнодушным никто не остается. Друзья, Вадим Царь. Бывший игрок мини-футбольного клуба Спартак. Кто интересовался мини-футболом, многие его знают. Потому что чума на поле. Тебя сейчас сравнивают с Нейнголаном. С кем еще там? С кем-то так не сравнивают. Мини-футбольный клуб Спартак, его закрытие, ты в нем участвовал. Как ты думаешь, есть будущее у мини-футбола? Точнее, есть будущее у мини-футболного клуба Спартак? Возможно, который скоро или когда-то... Я сейчас вам, наверное, раскрою секрет. Инсайд. 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 Да, я сейчас стал главным тренером московского Спартака. Футзального. Футзального. Да. Мы будем играть в мини-футбол. Ага, чтобы вы понимали, кто в теме, я играл просто и в футзал, и в мини-футбол. Футзал от мини-футбол немного отличается. Правилами, да. Да. И как вы делаете футзальный клуб? Мы делаем футзальный клуб. И, соответственно, будем участвовать сначала на Москве. А в следующем году все будет нормальным. Будем участвовать в Мишельнике. Да ладно. Да. Ничего себе. Так что всех ждем. Борел. Прикол. Прикол. В целом медиалюбе. Слушай, мне очень нравится. В плане того, что именно, если говорить о нашей команде, да, о ФК-10, очень хороший контент. И все люди, которые здесь собрались, они очень-очень добрые. Даже те, кто такие звезды, как Долларбер, как Азамат. Ну, все. Они обычные люди вообще. Они обычные люди. Да. То есть это очень-очень радует. И приятно с ними и общаться, и находиться с ними. Поэтому и в команде тоже. Слушай, желаем тебе удачи. Спасибо большое. А когда болельщики Спартака сделают свою команду, ну что, такие профессионалы, как ты, должны быть. Тем более, ты скоро станешь медианом. Да. Ты мне свой Gmail скинь имейл, мы тебе там чек пришлем. Хорошо. Хорошо. Все, давай. Спасибо. Удачи тебе. Друзья, с нами Азамат Тахирович Масугалеев. Азамат, все тебя знают, что ты болеешь за Спартак. Да. Это в первую очередь. Да. В вторую очередь ты известный комедийный актер. Собственно. И в третью очередь ты, собственно, основатель и игрок, как мы сегодня увидели, футбольного клуба 10. Ну, в меньшей степени игрок. Можешь сам распределить, либо подписчики это дают в комментариях. Как лучше. Азамат, такой тебе вопрос. Можно ли сравнивать, как многие говорят, медиалигу с нашим профессиональным футболом? Или это две разные вообще субстанции? Слушайте, мы вообще новички. Я все это время приходил на эти трибуны, только чтобы послушать, что здесь происходит по обе стороны. И что здесь происходит с моей любимой командой. А тут, когда тебе дают такую возможность прикоснуться к какому-то внутренности футбола как такового, ты понимаешь, что это большая вообще такая, ну, это целая, целая жизнь. Я не побоюсь этого слова. Поэтому мы вот сейчас многие, и Ванька Абрамов, подключали вообще очень много своих дел. И вот сейчас хотим побольше времени уделить своему, вот именно, вот именно футбольному клубу 10. А что касается РПЛ и медийной лиги, ну, конечно, ну, как уже, многие, миллион раз уже сказали, что, типа, здесь как-то посвободнее и все. Но, тем не менее, хаос всегда побеждает традиции и правила. Здесь всегда, ну, все равно, вот даже в таком свободном месте должны быть правила и традиции, должны быть какие-то четкие уставные вещи. Тогда мы будем, когда мы будем играть и понимать, когда мы проиграли или когда мы выиграли. А когда происходит, ну, такой всеобщий бардак, я не называю это сейчас здесь, в медийной лиге, я вообще говорю, когда всеобщий бардак, то это может оттолкнуть ребят. Дело в том, что сейчас же очень много молодых пацанов, футболистов, которые ищут модель поведения. Они смотрят на нас, на вот, на наших ребят, вообще смотрят на звезд футбола и ищут, как себя вести теперь. Вот я хочу быть, как Соболев, или я хочу быть, как Джики, я хочу быть, как Умяров и так далее и тому подобное. Я хочу быть, как Кокорин, я хочу, мало ли. Не дай бог. Мало ли, я говорю. Поэтому ребята смотрят на МФЛ, они видят, что здесь миллионные просмотры, там, не знаю, поклонники, и смотрят на то, как человек там себя может, там, как-то не так повести. И это берут за пример. Вот лично мое мнение, хочется показать пример. Хочется, и вот мы даже ребятам из десятки говорим, хочется показать пример. Ведите себя достойно. Ведите себя в первую очередь достойно, потому что футбол это в первую очередь праздник. Праздник не может быть злым, плохим. Праздник он с детства у нас учили. Праздник должен быть, это добро, это веселье, это улыбки, это радость пребывания на этом празднике. И раз тебя допустили до этого праздника, то будь добр, веди себя достойно. Очень грамотные слова, переходя к празднику, и, так скажем, грустные его части. Знаете, Самат, я знаю, вы почти каждый матч ходите на футбол и наблюдаете на наши трибуны. Сейчас, сейчас, я увы, не вижу вас. Что вы можете сказать об этом? Ребята протестуют, и без этого футбола, ну, как такового, нет. Футбол без фанатов? Нет, это не футбол. И я вижу даже по ребятам, которые на поле здесь, они понимают, что вот здесь, отсюда энергетика, которую вы даете, отсюда, это бешеное вообще. Я прихожу с детьми, и у меня две дочки, но то, что они видят, говорят, что люди, папа, ты тоже так болеешь, как они? Я говорю, ну, я... С другого места немного, да? Я чуть более сдержанно, но ребята заряжают мощно, конечно. Дай бог, мы скоро вернемся, и снова подарю праздник. Если есть в этом предпосылки, то я буду только рад и счастлив. Спасибо тебе большое, удачи в ваших команде. Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Всем спасибо за просмотр, пишите ваше мнение в комментариях, пишите, почему вы против, почему вы за, собственно, такого футбола. Я не считаю, что его можно приравнивать к профессиональному футболу. Это шоу, это как кино, это как театр, это как цирк Дюссалей, там каких-то, я не знаю. Короче, это совсем другое, но за этим, на мой взгляд, прикольно наблюдать. Если вы против, ничего против вас не имею. Короче, Дневник Фаната, специально для соцсетей, мы заканчиваем этот выпуск. Пусть он будет небольшой. Всем нашим красно-белым, кто участвует в этом шоу, огромный привет. Мы знаем, что среди вас есть много толковых пацанов. Ну и все, это был Дневник Фаната. Все, спасибо, ставьте лайки. Увидимся, надеюсь, скоро. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...